Брейвик, вы можете рассказать о том, что произошло на острове в этот день? Да, но я бы посоветовал тем, кому это не обязательно слушать, это не слушать. Подробности будут весьма жестокими. Видите, как высоко? Я видел через бинокль, как дети просто прыгают вниз на камни. В 16 лет мне пришлось выбирать, на чьи похороны я пойду, потому что похороны моих друзей пересекались по времени. Еще когда взорвалась бомба, я уже понимал, что это дело пойдет ко мне. Вся наша стратегия заключалась в том, чтобы доказать, что он сумасшедший. В таком случае он не должен был понести доказание. Брейвик сделал 297 выстрелов. Он просто описывал звук попадания пули в тело или в мозг. И затем издавал этот определенный звук. Мне кажется, что я думаю о том 22 июля каждый день с 2011 года. Я думаю о своих друзьях, которых потеряла. Им сейчас должно было быть по 24-26. Я думаю о том, как бы они жили дальше, как бы сложились их жизни. Я чувствую себя сейчас точно так же, как и тогда. Даже погода сейчас точно такая же. Марсель Глефе спас более 30 человек. Мы знали, что на острове проходит какая-то встреча, где очень много детей. Около 600 детей на острове. Ничего интересного лично для меня. Я был здесь, потому что люблю рыбачить. Мы рыбачили всю ночь и, наверное, в 7 утра плавали вокруг этого острова. Тот день начался точно так же, как и в любой другой день в летнем лагере. В молодежном лагере рабочей партии. Это была моя вторая поездка туда. Я помню, мне доверили произнести речь после выступления бывшего премьер-министра Норвегии, игру Харлем Брумлан. Но я не помню, чем закончилась та речь. Мы узнали о теракте в центре Осло, о том, что перед зданием правительства взорвалась бомба. Я помню, как проснулся где-то после трех. Мои отец и мать пришли ко мне и сказали, «Марсель, что-то произошло в Осло». Там был взрыв. Мы сидели за столом, пили кофе и говорили об этом. Я как раз собиралась убирать тент, где каждый день готовила вафли. У меня была такая обязанность на острове. Мне позвонила подруга и спросила, была ли я в Осло, или я на УТО. Я помню, что разговаривала с ней, когда услышала первые выстрелы. Я сначала думала, что это петарды. Вначале мы думали, что это просто фейерверк. Там должна была быть прощальная вечеринка. Мы стояли именно на этом месте, мол, давайте понаблюдаем. Но где же фейерверк? Мы слышим много хлопков, но фейерверк-то где? И я постоянно ладил себя на мысли, что слышу выстрелы 9-миллиметрового. Рустам Даудов, выживший на УТОе. Я как-то нехорошо его разглядел. Я хотел поближе подойти, а стоявшийся рядом со мной другом схватил меня за плечо и сказал плечо, что надо будет делать отсюда. Очень скоро я поняла, что все гораздо хуже. Мы побежали через остров по тропе любви. Один из старших заметил холм, и мы попытались спрятаться у его подножия, как-то спуститься туда, не покалечившись, потому что холм был очень крутым. Тогда я запрыгнул на эту крышу и смотрел на остров через бинокль. Я видел только детей, прыгающих в воду. Двое ребят были уже на середине озера. За 15-20 минут они доплыли от острова до нашего причала. Мы спросили детей, что там происходит, а у них на лице шок. Стреляют по детям. Все, что они могли нам сказать. Окей, у меня в кармане были ключи от лодки, я просто прыгнул в нее и поплыл. Нас спряталось где-то 20, 30, может, 40 человек. Я помню только, что было очень страшно осознавать, что можешь умереть в 16 лет. И было очень страшно за друзей. Мы особо не разговаривали, потому что слишком сильно боялись, что нас найдут. Да, это та же самая лодка. Потому что вот тот борт. Видите эти царапины? Они от того, что я тормозил о стену пирса. Там, где вы сейчас стоите, тогда стояла моя семья и забирала детей, которых я подбирал в озере. Подплываю, врезаюсь в стену, дети без сил буквально выползают, и я плыву обратно. Эта лодка рассчитана на пятерых человек. Я старался брать по девять. Вода была почти по крайней. Мы все еще прятались под утесом, когда пришел он, и начал стрелять вниз по нам, с вершины. Он убил 10 человек наверху и ранил, и убил многих внизу. Я чувствовала, что я сейчас умру. И пыталась думать о... Я не знаю, это было просто настолько нереально. Когда слышишь выстрелы очень близко к себе, ты боишься за свою собственную жизнь. А когда слышишь выстрелы вдалеке, сначала наступает облегчение, но потом ты вспоминаешь, что он стреляет в твоих друзей. Видите, как высоко? Я видел через бинокль, как дети просто прыгают вниз на камни. А уже потом в воду. Я видел в воде только лица. Дети были в состоянии шока. Они меня спрашивали, что тебе нужно? Ты полицейский? Ты нас застрелишь? Нет, я из кемпинга. Я помогу. Но они не верили. Никто из них не верил. Тогда я стал кидать им спасательные жилеты. И они поняли, что я действительно хочу помочь. Он был в форме полицейского. Многие на острове даже сначала думали, что в стране начался государственный переворот. Что думали вы? Я думала, что это началась война. Я думала, что если на УТО и стрельба, значит стрельба и в Осло, и в моем родном городе стрельба. Мысль о теракции в летнем лагере была абсолютно за рамками вообразимого. Так что я думала, что если на УТО и стреляют, то и по всей Норвегии тоже. Что это война. Горячая линия полиции. Да, добрый день. Меня зовут командор Андерс Беринг Брейвик. Я из норвежского антикоммунистического движения сопротивления. Да. Я сейчас на УТОе. Я хочу сдаться. Окей, с какого номера вы звоните? Я звоню с мобильного. Вы звоните со своего мобильного? Ну, это не мой мобильный, это другой. Другой? Как ваше имя? Алло. Алло. Выстрел за выстрелом. Выстрел за выстрелом. И так целый час. Он пришел к нам туда, в водохранилище, и представился так, будто бы он сам из полиции. И он хотел, чтобы им было удобнее. И он попросил всех двинуться направо. А первого человека, кто у него спросил о удостоверении, у него, можно сказать, сразу же на месте убил. Кто-то, кого я вытаскивал, просто падал без слов. Кто-то еще мог что-то объяснить. Один из них сказал мне, эй, этот парень все еще там, и он стреляет. Разве вы не видите? И я увидел. Это было вон там. Видите этот дом? Он начал бегать от этого дома вверх и вниз, стреляя по воде. Но это не было беспорядочной стрельбой. То есть Брэйвик вас видел? Думаю, видел. Между нами было 50 метров. Все, что я мог сказать детям, это «пригнитесь». Мы заплыли за выступ и оказались в безопасности. Ну, я грозненский ингуш, так что, да, я видел, ну, в Кремле сзади него, и он с нами был такой, ну, старший из нас, можно сказать. Вот, и он мусор, и он сказал, типа, давайте берем камни, окей. И он как-то чуть-чуть контролировал ситуацию лучше на тот момент там и тогда, и мимо Кремлева, и его камни хотели посмотреть, что, что сможет делать, но просто на него один раз. Попали? Один на нас попал. Он что-то выкликнул, я так не понял, а что? У меня был мобильный телефон, я писала сообщение родителям. Мне так страшно, вокруг лежит много трупов, не меньше десяти. Помощь уже в пути, держись. Ты самый сильный человек из всех, кого я знаю. Мама слишком боялась писать мне первой, пока не получит сообщение от меня. Потому что им сказали, что не нужно писать и звонить, иначе телефоны могли бы нас выдать. Но я чувствовала себя спокойнее, когда знала, что на другом конце мои родители. Я люблю вас. Он пойман, я лежу под обрывом, целая и невредимая. Хорошо, Астрид. Просто молчи, пока полиция не скажет, что все в порядке. Отключи телефон. Не пиши в фейсбук о том, что видишь. Мама, я так боюсь умереть. Если я умру, скажи всем, что я их люблю. Астрид, ты не умрешь. Ты должна лежать совершенно неподвижно, пока не станет безопасно. Мама, это нехорошо. Нас атакуют с автоматическим оружием. Каким еще оружием? Вызови полицию. Попроси их сюда приехать. Я разговаривала с полицией. Позвони мне. Позвони мне. Горячая линия полиции. Добрый день. Меня зовут Андерс Беринг Брейвик. Да, здравствуйте. Я командор норвежского движения сопротивления. Вы можете связать меня с менеджером отдела операции отряда Дельта? Да. Откуда вы и в чем дело? Я на Утое. Вы на Утое. Так. Я завершил операцию, поэтому хочу сдаться. Вы хотите сдаться? Да. Да. Как вы сказали, вас зовут? Андерс Беринг Брейвик. И вы командор? Рыцарей-тамплиеров Европы. Так называется организация. Но мы организованы в антикоммунистическое движение сопротивления против исламизации Европы и Норвегии. Да. Мы только что провели операцию от имени тамплиеров. Да. Европы и Норвегии. Да. С учетом того, что операция завершена, приемлемо ли сдаться отряду Дельта? Вы хотите сдаться Дельте? Вы можете связать меня с начальником отдела операции Дельты. Ну, дело в том, что вы разговариваете с тем, у кого в некотором смысле нет достаточных полномочий. Хорошо. Просто узнайте, что вам для этого нужно, а потом перезвоните мне на этот телефон. Хорошо? Ха. Ну, а по какому номеру? Великолепно. Пока. У меня нет вашего номера. Алло. Мы так не увидели полицейских. Нам приплыли простые битвы на кораблях. Мои пальцы, мои губы были голубыми от холода. Я был без футболки, чтобы она не мешала, если придется прыгать в воду. Я отдал детям свои ботинки, они ими вычерпывали воду. Кого-то просил следить за балансом, чтобы мы не перевернулись. Вот там было очень много детей. Это у них вроде как пляж. Я видел, как они просто лежат и уже не двигаются. Все, кто был на лодках, старались работать как можно быстрее. Вода была 14 градусов. И вместе мы спасли с этого острова 250 человек. 250 детей. Я не помню, чтобы четко поняла, что все закончилось. Я только помню, что в какой-то момент кто-то помахал людям на лодке, которые были рядом, и вытаскивали людей из воды. Я тогда все еще думала, что стреляло несколько человек и боялась этой лодки. Я думаю, я поняла, что все закончилось только тогда, когда мы прочитали, что полиция его схватила. Вечером того же дня мы узнали, что преступник в наших руках живой. Для расследования это было очень важно, потому что он был главным источником информации. Я был поставлен во главу расследования терактов в Осло и на Утое. Еще когда взорвалась бомба, когда у нас в отделении затряслись окна, я тогда выполнял свои ежедневные обязанности, я уже понимал, что это дело пойдет ко мне. В то время на слуху была Аль-Каида, так что в первые часы она была нашим первым подозреваемым. Мы летели именно на взрыв. И когда мы вылетали в этот момент, скорее всего, еще продолжалось стрельбанутое. Мы прилетели через три часа в Осло, оказались после того, как нам сказали туда лететь. Антон Чичулинский, журналист, автор книги о норвежских терактах. На автобусе приехали в Осло, на автовокзал. Там, значит, нам нашли ребят, которые нас будут возить. Это была девушка из Эстонии, ее парень афганец. В общем, у нас такой интернационал был полный. И да, первым делом мы поехали к месту взрыва, подобрались туда максимально близко, насколько это возможно. Это была соседняя улица, наверное, в паре кварталов. Она вся была засыпана стеклом битым. Взрыв был такой мощный, что там погнулись столбы светофоров. Но при этом работали бары. В барах смотрели не футбол, не музыкальные клипы, а новости. Но в то же время было ощущение, что люди еще не очень понимают, что произошло. Информации с Сутои было крайне мало. И была еще такая пограничная ситуация, когда кто-то в телевизоре и пытается уловить, что же случилось. А для кого-то это все, несмотря ни на что, обыкновенный вечер пятницы. Первые цифры появились только под утро, и они были еще завышены, потому что некоторых считали дважды. Но потом, когда пересчитали, это все равно всех шокировало. 69 человек погибло только на Утое, еще 8 в Осло. Всего получается 77. И три сотни раненых. Брейвика ввели в комнату. Я видел его через полупрозрачное зеркало. Внешне он очень сильно отличался от того, как выглядит типичный преступник. Он был очень вежливым и хорошо шел на контакт. Правда ли, что во время первого допроса, который проводился еще на острове, Брейвик жаловался на порезанный палец. Насчет жалоб о порезанном пальце, да, это было отмечено. Это был очень странный контраст с тем, что он натворил. Полиция позвонила мне после ареста Брейвика примерно в 5 утра. Мне сказали, что Брейвик хочет видеть меня своим адвокатом. Моей первой мыслью было «Нет, я не буду этим заниматься». Гейр Липпестад, адвокат Брейвика. Я разбудил жену, она медсестра. Сказал ей, что Брейвик хочет, чтобы я его защищал. И спросил, что она об этом думает. Она посмотрела на меня и сказала, «Если бы этот террорист оказался у меня в больнице с ранениями, я бы не стала звонить начальству и заявлять, что я не буду работать с пациентом из-за неприязни к нему. Я лечу вне зависимости от того, кто он. Это принципы врачей и медсестер. А какие принципы у тебя?» Это был сильный аргумент. Он рассказывал о своем манифесте размером в полторы тысячи страниц, которые он выложил перед терактами в интернет. Он заявил, что атаки были продиктованы политическими причинами. Он хотел наказать рабочую партию Норвегии за то, что она сделала возможной эмиграцию мусульман в Европу, в Норвегию. Он сказал мне, «Если вы считаете меня сумасшедшим, то я сумасшедший». «Если нет, значит, не сумасшедший». «Как будет лучше для меня?» «Почему Брейвик хочет, чтобы я был его адвокатом?» Я спросил у него. Он сказал, потому что я когда-то представлял интересы неонацистов. Он решил, что я ничего против него не имею. Конечно, я объяснил, что я их не поддерживаю. Я также объяснил ему, что не могу защищать его идеи. Я лишь могу защищать его достоинства и человеческие права. Если мы не будем относиться к нему как к человеку, кого мы лишим этого права следующим? Нас отвезли в отель в деревню Сундволен на берегу того же озера. Ну, то и было ужасно, но в Сундволене было еще хуже, потому что мы начали осознавать все, что произошло. Ты начинаешь вспоминать своих друзей, кого-то ты находишь, кого-то ты никогда больше не увидишь. Был список с теми, кто попал в больницу. Было очень трудно. В 16 лет мне пришлось выбирать, на чьи похороны я пойду, потому что похороны моих друзей пересекались по времени. Я не спал 3 дня, пока мне не выписали таблетки. 3 дня я не мог заснуть. Дети рассказывали, что Брейвик подходил к тем, кто лежал на земле и, обходя их тела, делал контрольные в голову. Я уверен, ему дали приказ никого не оставлять живых. Он был не один. Одного из наших даже сама полиция забрала из-за того, что он за какой-то степень с попами себя ведет. Мы не знали, сколько человек ответственны за преступление. Было сложно поверить, что всего один человек может причинить столько вреда. Казалось, что у него должны быть сообщники. Полиция Норвегии и Европы пыталась найти хоть какую-то информацию о тайной организации новых темплиеров, которую якобы представлял Брейвик. Но ничего не нашли. Конечно, его целью было произвести впечатление, что он не просто единичная угроза. Он хотел как бы этот эффект размножить. И его рассказы о рыцарях-темплиерах были направлены на то, чтобы вызвать страх. Но у нас было 220 часов допроса вот в этом здании. И ответ на этот вопрос после нашего расследования очевиден. Он был один. Я не думаю, что он один. Конечно, во время террористического акта он действовал в одиночку. Но он разговаривал с людьми по всей Европе перед своими терактами. И он уверен, что они его поддерживают. Его семья, друзья, его школа, работа, все. Мы пытались изучить все детали, чтобы узнать о нем как можно больше. И, разумеется, чтобы узнать, как он мог купить все ингредиенты для бомбы, которые весило почти тонну. Как он смог купить оружие. И мы поняли, что он был человеком, о котором полиция почти ничего не знала. Он был арестован один раз за вождение в нетрезвом виде и еще один раз в юности за то, что расписывал стены. Он вырос в западной части Осло, которая считается элитной, которая не для всех это удивляла. Один раздел манифеста, достаточно небольшой, 50 страниц, небольшой по отношению ко всему манифесту, в полторы тысячи страниц, назывался «Дневник Тамплиера», и там Бревик много рассказывал о себе. В частности, он пытался себя выставить как такой вот успешный предприниматель, который бросил школу, чтобы поскорее начать зарабатывать деньги. И он к 26 годам действительно заработал полмиллиона евро. Но потом выяснилось, что его бизнес — это была продажа фальшивых дипломов через интернет. На подготовку терактов у него ушло примерно 10 лет. В последние годы он изолировался от внешнего мира и переехал в квартиру своей матери. Он был очень осторожен. Оружие и боеприпасы приобретал легально и частями. Примерно столько, сколько купил бы охотник. А что касается бомбы, он арендовал участок к северу от Осло, где якобы собирался выращивать овощи. И якобы для этого покупал удобрения. Но в реальности он из этих удобрений делал бомбы. Но один раз он все-таки попал в поле зрения норвежских спецслужб. Это было за 4 месяца до теракта, когда он купил один подозрительный химикат из Польши. Но почему-то проводить какую-то серьезную проверку, следить за ним не стали. У нас была эта информация, что он, да, однажды попал в поле зрения спецслужб. Но она не относится к вине Брейвика. Поэтому не в моей компетенции отвечать на этот вопрос. Брейвик поджигает фитиль в фургоне. В этот момент он с трудом контролирует себя. Настолько, что он оставляет в фургоне свой мобильник. Он вылезает из фургона. У него есть 7 минут, пока горит фитиль. В этот момент он держит пистолет в руке, что тоже как бы говорит о его контроле. И идет в по соседству припаркованную заранее машину вторую. Садится в нее. Одному прохожему кажется это странно, что полицейский с пистолетом в руке садится в гражданскую машину, куда-то уезжает. Этот прохожий запоминает номер. И после того, как происходит взрыв, он звонит в полицию и сообщает ей этот номер. Так вот, информация с номером той машины, на которой уехал ноутойл Брейвик, была разослана по полицейским участкам только через час 9 минут. Двое полицейских добираются до острова довольно быстро. Но им говорят ничего не предпринимать, только слушать выстрелы и докладывать. Хотя могли бы перебраться на остров и как минимум могли бы оттянуть огонь на себя. Потом вертолет, который летал над островом, Брейвик еще подумал, ну вот, наконец, прилетел за ним снайпер. Это был вертолет телекомпании. Единственный на тот момент существовавший в Норвегии на всю страну один полицейский вертолет, он так и не взлетел, потому что все пилоты были в отпуске. Один пилот звонил своему начальству, говорил, ребята, я нужен, ему говорили нет. Ну и, наконец, спецназ, который добирался до острова на лодке, причем далеко не от самой ближней точки, этот спецназ в какой-то момент просто встал посреди озера. Могу подтвердить, что в какой-то момент лодка спецназа заглохла. Ну, поэтому нападение на Утою продолжалось час двенадцать минут. За это время Брейвик сделал двести девяносто семь выстрелов. Там было просто сотни моментов, когда он должен был себе ужаснуться. И это все было не в состоянии аффекта. То есть, он прекрасно отдал себе отчет, что творит. Тут он час двенадцать минут методично отстреливал людей и прекрасно понимал, что делает. Главный вопрос, как я уже говорил, касался того, один ли он совершал теракт или нет. Но был еще один. Вменяемый он или не вменяемый? Этот вопрос стал ключевым во время суда. Этот судебный процесс должен был быть открытым. Для демократии было очень важно, чтобы люди могли за ним следить. Это было важно для норвежской общественности и для мировой тоже, чтобы мы могли понять, почему он это сделал. Брейвик не верил в наши ценности и принципы. И поэтому нам пришлось доказать, что наши ценности и наши принципы могут выстоять даже в самые сложные времена. Были выделены значительные ресурсы. Каждый день из зала суда велась трансляция. И, конечно же, это дело каждый день широко освещалось в прессе. Брейвик говорил, что таким, как он, не дают высказаться. Ему, по сути, ответили, пожалуйста, высказывайся. И, конечно, для Норвегии это был риск, потому что все его фразы, каждая его фраза тут же разлеталась по твиттеру с хэштегом Брейвик, причем сразу на английском языке. Но в то же время события 22 июля восстанавливались до мельчайших подробностей. Брейвик, вы можете рассказать своими словами о том, что произошло на острове в этот день? Да. Но я бы посоветовал тем, кому это не обязательно слушать, это не слушать. Подробности будут весьма жестокими. На том месте, где я планировал припарковать фургон с бомбой, уже была машина, мне пришлось парковаться в другом месте. Это некоторым образом снизило эффект от взрыва. Услышав по радио, что ни одно здание не рухнуло, я воспринял это как фиаско и решил перейти к плану Б. Утоя была наиболее привлекательной целью после правительственного квартала. Я не собирался убить там 69 человек. Я планировал убить всех. Брейвик перебрался на Утою на пароме. С собой у него был огромный кейс. В нем была масса снаряжений и дополнительного патронов. На острове его у причала прямо встретила Моника Бюссей. Это смотрительница Утои, ее еще называли Мама Утои. И полицейский Тронт Бернстон. Это сводный брат норвежских кронпринцесс. Он в этот момент находился в отпуске. И на Утои он по сути подрабатывал частным охранником. Брейвик сказал, что он тоже из полиции. что его прислали на Утою, чтобы он следил за безопасностью после взрывов в Осло. И полицейский начинает задавать Брейвику всякие разные вопросы. С какого участка? Я из станции Грёнланд. Да, а как там дела у такого-то? И начинает вот этим его грузить и раскалывать. Брейвик в замешательстве. Вот, казалось бы, вот сейчас его просто остановят. Он на грани провала. И в какой-то момент ему всё-таки удается убедить их пройти в соседнее здание, где он всё им подробно расскажет. И буквально там через минуту он оказывается за их спинами. Я слышал сотни голосов в голове, которые кричали мне «Не делай этого!». Мгновение, пока я доставал пистолет, показалось вечностью. Моника, увидев это, сказала «Ты не должен!». В тот же момент я направил пистолет в голову полицейского и выстрелил. С этого момента я находился в шоковом состоянии и не помню многого, что произошло на острове. Он подробно рассказывал об убийствах, потому что он очень хорошо помнит о том дне, когда убил всех этих молодых людей. Я увидел людей у кафетерия и, кажется, спросил их «Что здесь происходит?». Кто-то ответил «Ты застрелил их?». Я поднял винтовку и несколько раз выстрелил. На этот момент я уже абсолютно не понимал, скольких я застрелил. Выстрелы должны были напугать людей и заставить их броситься в воду, где они должны были утонуть. В небольшом домике я нашел мобильный телефон. Я подумал, что наверняка уже выполнил свою миссию. Я не видел смысла продолжать. В это же самое время полиция получала еще 600 звонков. Почти каждый на острове звонит в полицию. Кругом раненые, убитые. И вдруг среди шквала этих звонков появляется Брейвик и заявляет, что готов сдаться и что он из какого-то ордена. Никто не понимал, что происходит. Я предположил, что они не принимают мою капитуляцию и решил продолжать убивать, пока полиция не перезвонит. Я слышал, что некоторые говорили, будто бы я смеялся, когда ходил по УТОЕ. Я ни разу не засмеялся и не улыбнулся, пока был там. Все это было чудовищно. По крайней мере, я не помню, чтобы я улыбался. Я еще раз сообщил, что намерен сдаться и попросил соединить меня с оператором группы «Дельта». Царил настоящий хаос. Вот что я могу сказать. А что было бы, если бы? Сказать сложно. Брейвик был арестован на острове. Когда офицеры полиции приблизились к нему, он был вооружен. Ему сказали сложить оружие и поднять руки вверх. Так он и сделал. Кто-то кричал мне лечь на землю, кто-то еще встать на колени. Я спросил у них, так мне лечь на землю или встать на колени? И сразу же подумал, боже мой, сейчас они выстрелят мне в голову. Не помню, смотрела ли я ему в глаза, но видеть его, когда он это рассказывал, было очень странно. Он объяснял свою идеологию, приводил доводы, причины, по которым поехал на Утой. Он объяснял, что хотел убить детей, потому что они были политически активны. Все это вызывало ужас, потому что было настолько заранее запланировано. Я на тот момент, когда он это запланировал, была еще в первом классе. Я думала, каждому будет интересно узнать человека, который хочет его, хотел его убить. За что? Человек просто элементарный, который к дьяволу, вот и все. Как ты его назвал, простим? Дьявол. Он стрелял в них, как в каких-нибудь уток или что-то в этом роде. Когда он описывал все это, он не говорил, что люди кричали, вопили, что их лица были полны страха. Он просто описывал звук попадания пули в тело или в мозг и затем издавал этот определенный звук. Профессор Ульрик Фредерик Мальт, психиатр, независимый эксперт на суде над Брейвиком. Когда Брейвика арестовали, была назначена экспертиза, которую провели два психиатра. Они пришли к заключению, что он страдает параноидальной шизофренией. Однако многие с этим не согласились, поэтому прокурор назначил новую группу. И уже эта группа заключила, что он страдает не шизофренией, а расстройством личности. И получилась ситуация, в которой два психиатра говорят, что он психически больной, а два говорят, что нет. Я думаю, что причиной таких разных заключений является то, что первая группа психиатров общалась с Брейвиком вскоре после террористического акта. А вторая группа общалась с ним почти через год, когда Брейвик уже был несколько другим человеком. Во время первых слушаний он вскнул вверх правую руку жест, используемый фашистами. Судья сказала, чтобы в следующий раз он так не делал, потому что это может обидеть некоторых. И он сказал, хорошо, тогда я не буду так делать. Перед Рождеством вся наша стратегия заключалась в том, чтобы доказать, что он сумасшедший. В таком случае он не должен был понести наказание. Однако, ближе к Рождеству он вдруг решил, что его должны судить как вменяемого. Для него это стало очень важным. Возможно, он принял такое решение под влиянием неонацистов из всей Европы, которые могли до него донести, если ты сумасшедший, ты не герой. Если не сумасшедший, возможно, ты сможешь стать героем. Было очень трудно, но нам пришлось менять стратегию защиты. Сторона обвинения обратилась ко мне. Профессор Мальт, вам нужно написать свое заключение о том, что правда, а что неправда. И я это сделал. И пришел к заключению, что у него синдром Аспергера. Это означало, что он может быть судим и может быть приговорен к тюремному сроку. Для сравнения, синдром Аспергера у знаменитой экоактивистки Греты Тунберг или вот если кто смотрел сериал «Мост» датско-шведский, там у главной героини Саги Нурен из полиции Мальмио тоже предположительный синдром Аспергера. Это когда у человека проблема во взаимодействии с другими людьми, но он при этом в состоянии нести ответственность за свои поступки. Так у Бревика появился третий диагноз, для кого-то, возможно, самый удобный, потому что, ну вот, кто хочет, может для себя объяснить, что его вырвало из общества не идеология, а синдром, и при этом это синдром такой достаточно лайтовый, который не запрещает посадить его за решетку. Я хочу поздравить Мальта с прекрасно осуществленным подрывом репутации. У него были проблемы с образованием, у него было отставание, и во многих смыслах он был одиноким. Я никогда в жизни не был одиноким, кроме того периода, когда сам себя изолировал. Я с 2002 по 2006 год был руководителем чрезвычайно успешным в финансовом плане компании. Главная проблема в том, что синдром Аспергера вообще никак не объясняет сами теракты. Пациенты с синдромом Аспергера не совершают массовые убийства. Так что для того, чтобы объяснить, как такой человек стал массовым убийцей, надо смотреть на психосоциальные проблемы. У него были серьезные проблемы с матерью. Его мать была не в состоянии заботиться о нем. Она очень часто обращалась в государственную систему по уходу за детьми. Касательно матери Брейвика. Она в свое время сама сбежала от своей матери. И в Норвегии часто Брейвика объясняют гипотезы третьего поколения. Это про то, что человек, которого травмировали родители в детстве, он потом точно так же травмирует своих детей. Мать Брейвика ненавидела, когда ему было 3-4 года, она его считала чудовищем, монстром, надоедливым, капризным, требовательным и так далее и так далее. И она даже при соцработниках говорила ему «Жаль, что ты не умер». Но при этом соцработники поясняли в своих отчетах, что она его отталкивает только одной рукой, а другой, по сути, к себе тянет. Они спали вместе, но нужно подчеркнуть, что нет никаких доказательств того, что у них был секс. Но это правда, что их связь была ближе, чем бывает обычно. Тогда она переживала развод, довольно распространенный для Норвегии случай. На самом деле в помощи нуждалась она, а не я. Чтобы привести пример того, как Брейвик на самом деле воспринимал своего отца, однажды Брейвик подарил ему на день рождения собачью миску с его именем. Не часто упоминается, что его отец был членом социалистической рабочей партии, поэтому неудивительно, что его мишенью стали именно эти молодые люди. Он просто стрелял в них как в игре, потому что из-за синдрома не способен чувствовать боль других. Заявления о недостатке у меня эмпатии ложные. Они были многократно опровергнуты разными свидетелями в ходе процесса. Я эмоциональный человек и демонстрировал эмоции на суде. Там был эпизод, когда Брейвик просто плакал в суде, и он это делал, когда показывали в суде его ролик, который он вместе с манифестом выложил в интернет перед терактами. Когда он плакал, поначалу все думали, что это троллинг. Но кто его знает, может это действительно психическое расстройство. Брейвик, вы знаете, сколько человек младше 18 лет вы убили? 33. Брейвик, это не дети? Нет. В юридическом определении указан возраст 14 лет. Если человек старше, это уже не ребенок. Знаете ли вы, что конвенция ООН определяет людей младше 18 лет как детей? В юридическом определении указан возраст 14 лет. 18 лет. И в Норвегии тоже. Было так трудно проверить в интернете? Кто же тогда подростки? Брейвик, все, кому нет 18, дети. Да? А в чем же тогда разница между детьми и подростками? Какая разница, что там в правовом определении? Я все равно сделал бы это снова. Зачастую, когда дело касается правого экстремизма, мы говорим, он сумасшедший. Но за последние десятилетия мы стали свидетелями нескольких подобных атак на планете. И мы не можем говорить о них как просто о сумасшедших. Мы не можем понять Брейвика, но нам нужно вынести из этого уроки. Почему в нашем обществе возникли настолько радикальные взгляды? Поскольку я не признаю авторитет суда, я не могу признать законным вердикт окружного суда Осла. В то же время я не могу обжаловать приговор, потому что обжаловав его, я признал бы законность суда. Я хочу извиниться перед всеми воинствующими националистами Норвегии и Европы за то, что не смог казнить больше. Вы сейчас не должны обращаться никому кроме судьи Брейвик. Я задала вам вопрос, будете ли вы обжаловать приговор. И полагаю, ваш ответ означает, что вы берете время на раздумье. Я не собираюсь раздумывать. Адвокат Лепестат, пожалуйста, проконсультируйтесь с клиентом и определите его позицию. Мой клиент не будет обжаловать приговор. В итоге Брейвик получил вышку, но вышка в Норвегии это 21 год. Получается, что за каждого убитого Брейвику дали по 100 дней. Но в Норвегии есть опция. Можно продлевать срок до бесконечности, если преступник представляет угрозу для общества или если общество представляет угрозу для преступника. Пока у него есть неонацистские или экстремистские мысли, мысли снова сотворить что-либо, его никогда не выпустят. так что все зависит от его психики и репутации. Но я полагаю, что он еще очень долго будет сидеть в тюрьме. И если выйдет, то уже глубоким стариком. Я, как одна из выживших, надеюсь, что он никогда не выйдет из тюрьмы. Но мне кажется важным, что мы не стали менять наши законы из одного Брейвика. как вам удалось добиться таких условий для Брейвика? Трехкомнатная камера, тренажер, игровая приставка? Его условия на самом деле не оптимальны, потому что он изолирован и мало общается с людьми. У него есть право на образование, книги, но ему запрещено общаться с другими заключенными. Гейер Лепестад признан Человеком года в Норвегии в 2012-м. Мы знаем, что отсутствие общения в течение долгого времени может навредить психике. Его посещают только работники тюрьмы и врачи. докторами, нюрсами. Я разговаривал с человеком, который регулярно посещал его всего несколько лет назад, и он сказал, что поражен, как он отлично адаптировался. Тогда я объяснил ему, что Брейвик никогда не будет относиться к заключению так же, как мы. Как часто ему пишут единомышленники? Когда я был адвокатом Брейвика, ему писало много людей, но чаще это были люди, которые хотели изменить его точку зрения, хотели его спасти, христиане. Последние 10 лет я думала о том, что я больше его не боюсь. Он сидит в тюрьме. Скорее, я больше боюсь тех, о ком мы еще ничего не знаем. Астрид Хэм с 2020 года лидер молодежного крыла рабочей партии. Треть из нас, тех, кто выжил, до сих пор испытывают проблемы, им приходится каждый день бороться со страхом. Я не ушла из политики, потому что почувствовала, что как раз это может мне помочь, если я буду защищать все ценности, которые отстаивали мои друзья. тогда я думала, что тот день, 22 июля, изменит наше общество. Мы больше не столкнемся с расизмом, не увидим правого экстремизма, но вот спустя 10 лет мы знаем, что в 2019 году был новый теракт в мечетях. мы стали более внимательны. В полиции стало больше профессионалов, у нас появилось больше устройств, снаряжения и технологий, которые могут предотвратить или среагировать на террористические атаки. есть пара моментов, где полицейские приносят пистолет и собак, а так особо, чтобы что-то изменилось и вижу. Законы об оружии изменились, а также и законы о преступлениях на почве ненависти. И сейчас полиция работает с этим аспектом намного больше, чем 10 лет назад. еще теперь есть специальная комиссия, которая следит за безопасностью в стране вместе с полицейскими. Например, с помощью вертолетов наблюдают за дорогой. Чему мы научились в ходе расследования? Нам стало понятно, что Брэйвик несколько лет жил в так называемой эхо-камере. То есть его круг общения был замкнут внутри определенного сообщества в интернете. В нем все друг с другом были согласны. Это эхо-камера. Там никто ни с кем не спорит. Он стремился замкнуться в такой группе, и такие эхо-камеры это проблема. Как ее решить, я не знаю. У вас никогда не будет системы на 100% проверенной. И может, поэтому никто и не может ничего гарантировать, но мы должны быть более внимательны к деструктивному поведению в детском и раннем взрослом возрасте. Добился ли Брейвик каких-то изменений в миграционной политике? Не могу сказать, что были внесены какие-либо изменения. Правила такие же, как и 10 лет назад. Прошло 10 лет, и сильных изменений нет. Мне кажется, изменилось то, что мы перестали быть такими наивными. Но мне кажется, важно, что мы выступаем против расизма и разделения на мы и они. Потому что я считаю, что такой путь ни к чему хорошему не приведет. Я думаю, это опасная дорога, чтобы идти. Ну вот самое странное и непонятное, практически мистическая такая подробность. На площади рядом со зданием, который пытался обрушить Брейвик, есть часы. И в момент взрыва от них откололся сектор циферблата. Если посмотреть на этот схол, то одна его граница показывает 3 часа 17 минут, а вторая 6 часов 33 минуты. В 15.17 Брейвик поджег фитиль, в 18.34 его арестовали на Утое. То есть, по сути, часы как будто показали момент, когда трагедия стала необратимой и момент, когда она закончилась с погрешностью на одну минуту. Но если учесть, что Брейвика положили на землю не сразу, а он еще до того, как полицейские его увидели, сам бросил винтовку. Не исключено, что часы были просто абсолютно точны. И более того, они не остановились от взрыва, стрелки пошли дальше. И вот что это значит? Что было, то будет? Или то, что даже после таких самых жутких трагедий жизнь продолжается и все дальше идет своим чередом? Это просто какое-то безумие, что та самая лодка до сих пор здесь. с и Субтитры создавал DimaTorzok